Здравствуйте, меня зовут Зинаида Крылова. Это литературная рубрика. Что почитать и какую книгу подарить, расскажу с удовольствием. Итак, друзья, сегодня нам понадобится окно с видом, глубокое кресло, носовой платок, что-нибудь пушистое под рукой и тишина. Потому что читать мы будем роман Григория Служителя «Дни Савелия». Читать, думать, вспоминать, плакать и смеяться. Вот эта книга. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Помните, идет направо песнь заводит, налево сказку говорит. Роман и правда написан так, что песни льются. А кот ученый, да, это вполне может быть сказано про главного героя, кота Савелия. Житейские воззрения его изучать чрезвычайно интересно. Вообще тема котейная, так скажу, в мировой литературе не нова. Ну, самое очевидное, коты города Рима Джани Радари, кот Мур Амадая Гофмана, булгаковский бегемот, уличный кот по имени Боб, чеширский кот из Алисы «В стране чудес». Это я назвала только тех, которых мы все хорошо знаем. Так вот, литературная галерея мурчащих героев пополнилась еще одним – котом по имени Савелий. Хотя имя Одиссей ему тоже, ой, подошло бы. «Дни Савелия» – книга о котах и людях, об иллюзии счастья, о потерях и разлуках, о поиске смысла жизни, истины. Книга про Москву, конечно, это очень важно. Это книга о тех, кто живет рядом с нами, кого мы видим, но не замечаем. Книга о том, как хрупок наш мир. По сюжету дворовый кот по имени Савелий отправляется в путешествие в поисках ни много ни мало смысла жизни. Да, переключаются с ним истории очевидные и невероятные, над каждой из которых Савелий думает, размышляет и философствует. И так обаятельно, вы знаете, так обаятельно это делает. В романе вообще очень много нежности. Вот не милоты, не сюсюканье такого, а той самой настоящей нежности, на которую мы, люди, скупы, потому что боимся показаться беззащитными. Той нежности, о которой все давным-давно поняли коты. Читать эту книгу нужно еще и затем, чтобы посмотреть в себя и вспомнить, что в иные времена созерцательный взгляд на действительность бывает единственно верным. Каждому, кто чувствует себя метафизически бездомным, то есть каждому, да, горячо рекомендую вот эту книгу. Дни Савелия, Григорий Служитель. И, кстати, пару слов об авторе. Григорий Служитель играет в театре, выступает собственным кавер-бендом, пишет книги. Дни Савелия – это первый его большой успех. Я запомню это имя, Григорий Служитель, и буду с нетерпением ждать нового романа. И, как всегда, цитата напоследок, чтобы вас заинтересовать. Ведь так уже задумана природа, что если долго к кому-то прижиматься, то у тебя образуется что-то вроде выемки, и она подходит точно так же к тому выступу, что есть у твоего кота или, положим, собаки. И чем больше ты кого-то любишь, тем больше у тебя таких выемок, которые в сервисе не заделаешь и страховкой не покроешь. Слова создают миры, помните? До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok